В Архангельске закрывают кинотеатр «Модерн», по словам руководства, на реконструкцию. Сегодня уже сократили весь штат двух кинозалов, за исключением вахтеров и уборщиц. Правда, у персонала другая версия. Люди считают, что их сократили для того, чтобы избавиться от неприбыльного кинотеатра и отдать его в руки инвесторов. Подробности в репортаже Владимира Рычагова. Большой зал кинотеатра «Модерн» закрыли несколько месяцев назад, а накануне закрыли и малый зал. Вчера здесь прошла последняя премьера – мультик «За три девиц земель». По словам руководства, залы кинокомплекса закрыли на реставрацию. Причина – техническая отсталость кинотеатра. Кино здесь до сих пор крутят с пленки, а фильмы на этом носителе уже почти не выходят. С начала года их было всего 15. Отсюда и отсутствие доходов, и, как следствие, нехватка фондов зарплат. Реконструкция будет проводиться капитального характера, и в этот период мы не сможем гарантировать простое работников по вине работодателя. Поэтому было принято решение на этот период о сокращении численности штата. Для того, чтобы люди не оставались без работы, и были соблюдены все социальные трудовые гарантии в отношении работников, которые длительное время работали в кинопрокате именно модерна. Зарплаты сотрудников кинотеатра никогда не отличались большими размерами. Люди зарабатывали примерно 8 тысяч рублей. При наличии индивидуальных выплат – около 12. Но и эти деньги работники не могли получить. Зарплаты задерживали с февраля. Задержки заработной платы начались с февраля месяца. За февраль вместо 5 марта нам выплатили зарплату 12 марта. За март нам выплаты были 16 апреля 3 тысячи, 30 апреля 2 тысячи. Окончательный расчет за март был произведен 21 мая. За май частично было 5 июля. Работникам приходилось все это время буквально выживать. Некоторых спасала уже заработанная пенсия, а других – родственники и займы от друзей. Непонятная ситуация возникла и с индивидуальной надбавкой. По версии сотрудников, приказ об ее отмене директора подписала 3 апреля, а довела до коллектива лишь 7 апреля. Но они не требуют оплаты за 7 дней апреля. Просят за март. Денег не дают, а у директора версия своя. Приказ о свыше 3 апреля. Главный банкер с ним ознакомился 7 апреля. Мы ознакомились 7 апреля. 5 апреля вы должны были нам начать с ним. 7 апреля. 7 апреля. А тут соглашения об изменении пункта 4 апреля должно было быть. Они у вас отменены 1 октября. Вы сами подписали это соглашение еще с предыдущим. Но не облачивались по февраль месяц включительно. Потому что главный банк, который была уже, она начисляла все без приказов и без оснований. В Министерстве по делам молодежи и спорту, Молодежный центр, где располагается кинотеатр, находится в его видении, заявили, что в курсе истории с надбавками. И это о грехе прошлого руководства, которое заменено. Также нам рассказали о реконструкции. По словам министра, уже найден инвестор, который готов вложить 200 миллионов рублей в развитие здания. Из них только 15 пойдет на ремонт и переоборудование кинозалов. Работы начнутся в ближайшее время. Переговоры завершены. В самое ближайшее время состоится подписание необходимых документов. И, естественно, я понимаю волнение коллег, волнение сотрудников. Здесь объективно произойдут изменения. Хотя бы потому, что пленочный показ станет цифровым и сохранится кинопрокатная деятельность. Также в министерстве заверили, что сокращение вынужденная мера. И после реконструкции работников могут позвать на работу в кинотеатр обратно. Правда, уволенные в этом несколько сомневаются. Владимир Рычагов, Сергей Земских, Новости 24, Архангельск.